Всем привет! Пришло время рассказать, как устроена эта игра и как работает нейросеть, которая в нее играет. Эта игра имеет для меня особое значение. Это была первая более-менее серьезная игра, написанная мной. Это было около 15 лет назад, тогда у меня был старенький IBM XT и я программировал на Turbo Pascal. В комплекте с Pascal был исходник игры под названием Breakout. Это такой своеобразный арканойт. Ну и вот эту самую игру я переделал под теннис. К сожалению, эта игра у меня не сохранилась. Так что текущую игру вы можете считать реинкарнацией того самого первого тенниса. Ну а теперь немного поговорим о правилах этой игры. У нас есть мяч и платформы, которые могут его отбивать. Если один из игроков не смог отбить мяч, то он проигрывает раунд, а его противник получает 1 балл. Всего разыгрывается 7 раундов. Теперь немного о физике игры. При каждом соударении мяч увеличивает свою скорость. Нужно это для того, чтобы раунд не длился вечно. Почему платформы имеют круглую форму? Если использовать плоские платформы, то мяч всегда будет отражаться под одним и тем же углом. Использование же круглой платформы позволяет управлять направлением полета мяча. Немного поговорим о гличах в игре. Это, наверное, наиболее обескураживающий глич, потому что мяч оказывается совсем не там, где ожидалось. Связано это с обработкой столкновения мяча и платформы. Если скорость мяча достаточно высока, он проходит границу платформы и оказывается внутри. Чтобы исправить это, мяч выталкивается обратно на поверхность. Но что если при этом наезжать платформой на мяч? Получится, что мяч вытолкнется с другой стороны платформы. Но это скорее просто прием для резкого повышения скорости мяча. Если прижать мяч к стене, получится множество столкновений, каждая из которых ускорит мяч. Если скорость мяча будет достаточно высокой, то противник уже не справится с этим. Возможно, в некоторых ситуациях использование этих приемов давало нейросети некоторое преимущество. Поэтому нейросеть стала использовать эти приемы довольно часто. Некоторые говорили, что это просто криво отбитый мяч. Но думаю, из моих объяснений ясно, что подобные приемы требуют конкретных действий несколько фреймов подряд. На случайность это уже не так просто списать. Теперь немного расскажу о нейросети. Ее главная фишка – это нейроны памяти. Эти нейроны довольно крутая штука. Они способны сами принять решение запомнить новые данные, оставить старые или смешать сигнал. Но разбор этих нейронов требует отдельного видео, так что в другой раз. Какие данные получает нейросеть? Первый нейрон видит горизонтальное положение мяча, второй – вертикальное. Третий и четвертый нейрон видят положение платформы игрока и его противника. Пятый нейрон определяет, летит мяч вправо или влево. А шестой нейрон определяет, летит мяч вверх или вниз. Седьмой нейрон активируется, если мяч попадает в эту зону. Восьмой и девятый нейрон отвечают за расстояние от мяча до границ платформы. Десятый же нейрон определяет позицию мяча в выделенной области. Но и одиннадцатый нейрон – это нейрон смещения. У него на входе всегда единица. Ну а выходные нейроны отвечают за направление вправо и влево. Давайте посмотрим, как это работает на практике. Посмотрите на первый нейрон. По мере того, как мяч приближается к левой границе, он уменьшается. Его значение стремится к нулю. А когда мяч идет вправо, этот нейрон увеличивается. Его значение приближается к единице. Давайте рассмотрим другой нейрон. Пока мяч летит вверх, шестой нейрон маленький. Мяч отбили, он полетел вниз и нейрон увеличился. Так он реагирует на направление мяча. Ну а теперь посмотрите, как пятый нейрон реагирует на изменение направления полета мяча. Обратите внимание, что нейросеть не знает, под каким углом летит мяч. От этого нейросеть из дополнительного выпуска кажется еще более удивительной. Но на самом деле она просто приспособилась к сопернику. Когда я сам пытался сыграть с этой нейросетью, она не показала никаких интересных результатов. Просто пропустила все мячи. Это наталкивает на определенное размышление. Во-первых, нейросети мало получить оценку при обучении. Она должна ее подтвердить. Во-вторых, обычного игрового теста недостаточно, чтобы оценить нейросеть. Нужны дополнительные тесты. Первая идея была реализована в самом первом видео. Раз в несколько поколений нейросеть должна отыграть одну тестовую игру. Вторая идея была реализована там, где нейросеть играет против нейросети. Перед основной игрой нейросети бросается 20 мячей под случайным углом из случайной позиции. Ну, а нейросеть должна просто отбить их. Если она отобьет слишком мало мячей, то до основной игры она даже не допустится. Многие спрашивали, против кого играет нейросеть в первой части. Это был бот с примитивной логикой. Если мяч справа от платформы, то платформа едет вправо. Если мяч слева, то платформа едет влево. Ну, а если мяч на половине поля другого игрока, то платформа иногда делает шаг в случайном направлении. Но в режиме нейросеть против нейросети определяется самый сильный бот, и нейросети из нового поколения уже играют против него. Как нейросети получают оценки качества. На это влияют такие параметры, как счет игры, суммарная скорость мяча в конце всех раундов, количество отбитий мяча нейросети, количество действий нейросети и общая продолжительность игры. Оценка строится из представлений об идеальной игре, то есть насколько хороши показатели нейросети по сравнению с идеальной игрой. Например, счет должен быть 7-0. Действия должны быть совершены в 25% фреймов игры. Или чаще. А за каждый раунд должно быть совершено 50 отбитых мяча. На сколько в процентах наберутся показатели, столько баллов и получит нейросеть. Ну и плюс тест, введенный во второй части со случайно брошенными мячами. За каждый отбитый мяч нейросеть получала 100 баллов. Еще меня часто спрашивали про назначение скрытых слоев. Нейросеть определяет это сама в процессе обучения. От разработчика тут ничего не зависит. Подробнее об устройстве нейросети я расскажу в отдельной рубрике позже. Если вы хотите получить доступ к игре, ее исходником или просто поддержать меня, переходите на мою страничку Boosty. Там накопилось немало различного материала. Ссылочка будет в описании. На сегодня все, но впереди еще много всего интересного.